Библейский портал экзегет.ру представляет Целых четыре главы пропустил впереди себя. Тут десять заповедей у нас снова появятся. Но смотрите, откуда взялись эти десять заповедей? Почему они нам важны? Почему вообще израильтяне должны их соблюдать? Причем здесь вот эти, знаете, не убей, не укради. Есть даже такая шутка. Не с глаголами пишется раздельно. Например, не убей. Из этих слов просто делается грамматический пример. Ну, наверное, так бы и было, если бы эти слова просто были где-то написаны. Мало ли, какие лозунги написаны на улице или что там еще где-то кто-то сказал. Но первые четыре главы нам объясняют, откуда взялась, собственно говоря, история завета, договора между израильтянами и Богом, которым эти заповеди дают. И долгое подробность в четвертой главе, кстати, Моисей пересказывает одну из заповедей. Не сотвори себе кумира, не делай никакого изображения Бога, потому что Бог живой, а не изделие твоих рук. И вот только тогда, когда это установлено, когда израильтяне вступают в живые отношения с живым Богом, когда они понимают, чем они ему обязаны, когда они понимают, почему, собственно говоря, слово Бога для них настолько важно, только тогда Моисей может уже излагать это слово. Моисей созвал всех сынов Израилевых и сказал, «Слушай, Израиль, предписание и законы, которые я возвещаю вам ныне. Заучите их, строго соблюдайте и исполняйте их. Господь наш Бог заключил с нами договор на Хариве». На Хариве другое название Синай, гора, где этот завет был заключен. «Не с нашими отцами Господь заключил этот договор, а с нами, со всеми нами, с теми, кто жив и стоит здесь ныне». Но на самом деле это было почти 40 лет назад, странствования длились очень долго, поэтому не все, кто там стоит, были при том взрослыми сознательными людьми. Многие из тех, кто были, уже умерли к этому моменту, собственно, большинство умерло. Но все равно народ — это коллективная идентичность. «Господь говорил с вами лицом к лицу, говорил на горе из огня. Я стоял в ту пору между Господом и вами, чтобы передавать вам Его слова, потому что вы боялись огня и не поднимались на гору». Он сказал, ну и дальше идут, соответственно, 10 заповедей. Я уверен, что все их хорошо знают, но еще раз имеет смысл к ним вернуться, потому что они есть в этой главе 5-й второзакония, ну и потому что это важнейший текст. И повторений лишним не бывает, когда повторяется что-то очень важное. «Я Господь твой Бог, который вывел тебя из Египта из неволи. Пусть не будет у тебя никаких богов, кроме меня. Не делай изваяний, никаких изображений того, что вверху на небе, того, что внизу на земле, или того, что в воде ниже земли. Такой трехчастный мир, небеса, земля и подземный мир». Вполне мифологическая картина для того времени. «Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь твой Бог, Бог ревнивый. За грехи отцов, отвергнувших меня, я караю их детей, внуков и правнуков. А потомкам тех, кто меня любит и исполняет мое повеление, я и в тысячном поколении воздаю добром». Все начинается с того, что Бог есть Бог, и нет другого. Действительно, без вот этой первой заповеди все остальное выглядит довольно бессмысленно. Потому что если один Бог говорит «не убей», то другой скажет «убей», и что? И кто тут будет прав? И, может быть, поклонники разных богов по-разному будут себя вести, и каждый будет считать, что вполне выполняет волю своего Бога. Но что еще важно, не делай изображений. Здесь, скажем, даже не только меня, но вообще ничего, ничего живого не изображай, «Ибо я Господь Бог, Бог ревнивый». Мы говорили уже в четвертой главе, что вот эта ревность, это не просто... Ну, знаете, бывают такие ревнивые люди, если там мужу показалось, что жена там, не знаю, как-то посмотрела на другого мужчину, он целый скандал закатывает. Это, конечно, не такая ревнивость, как, скажем, крайняя подозрительность и мелочность в отношениях. Но мы говорили об этом, комментируя четвертую главу, что Бог прежде всего хочет, чтобы люди общались с Ним живым, а не с тем, что они сделали своими руками, не с тем, что они назначили Богом. Казалось бы, сегодня, ну, трудно встретить идолопоклонников в прямом смысле слова, человека, который вытесал себе статую из дерева, ей поклоняется, молится. Но идолопоклонников, которые в своей голове создали некоторый образ Бога, жестокого мстителя, например, или доброго дедушки, который всем улыбается и ни на что не обращает внимания, вот таких людей довольно много, и они с этим своим «богом» в кавычках довольно успешно общаются. Но это значит, что они не общаются с Богом живым. «Не произноси попусту имя Господа, твоего Бога, Господь не оставит безнаказанным того, кто так делает». Ну, заповедь, на грани которой я все время хожу, да, потому что о Боге вот сколько говорю, но мне кажется, она очень близка к первой, да, потому что можно и не выдумывать ложного Бога, можно говорить об истинном Боге и с истинным Богом, но говорить как? Говорить как бы похлопывая его по плечу, многие люди это тоже делают, хотя они могут употреблять очень уважительные конструкции, но у них Бог — это такая присказка. «Бог вышел, я за него, я вам сейчас все объясню, но это вот Бог так хочет, это вот Он так делает, это вот Его воля на это». Собственно, в чем основная проблема с фарисеями в Новом Завете? Да вот в этом, да. Они неплохие люди, более того, они там очень строго постятся, много молятся, жертвуют десятину с каждого своего имущества, что плохого они делают. А они Бога собой заслонили, они своими какими-то способами говорить о нем вытеснили его, да, и такое тоже бывает, очень похоже на идолотворчество. «Соблюдаю субботу, священный день, как появлял себе Господь твой Бог. Жизнь и работай, занимайся делами. А седьмой день, суббота, он принадлежит Господу твоему Богу. Работать в этот день нельзя никому. Ни тебе, ни сыну твоему, ни дочери, ни рабу твоему, ни рабыне, ни быку твоему или ослу, ни какой скотине, ни переселенцу, что живет в твоем городе». Здесь все как в книге Исход, а вот дальше, обратим внимание, дается другая мотивировка. Все заповеди очень похожи на двадцатую главу Исхода, кроме этой заповеди о субботе. Итак, «Пусть твой раб и твоя рабыня отдохнут, как и ты. Вспомни, что ты сам был рабом в Египте, а Господь твой Бог вывел тебя оттуда рукой своей могучей, десницей простертой. Потому Господь твой Бог и повелел себя соблюдать в субботу». Смотрите, в книге Исход дается совершенно другое объяснение. Господь творил мир в течение шести дней, а на седьмой день почил, отдохнул. Поэтому и человек в седьмой день отдыхает от своих трудов. А здесь причина. «Вспомни, ты сам был рабом, поэтому дай отдых и рабам, но и себе, конечно, тоже. Даже, кстати, домашним животным им тоже надо передохнуть». И причины вроде бы разные, но они очень хорошо сходятся друг с другом. Есть высшая причина, некоторая таинственная, мистическая, связанная с тем, что Господь творил так мир. А есть очень практическая. То есть вот наше отношение к нашим работникам, к нашим рабам. Ну, рабов, наверное, сейчас ни у кого нету в полном смысле, но есть люди, которые на нас трудятся. Даже у небогатых людей есть всевозможные грузчики и кассиры универмагов, которые старательно трудятся на них за очень небольшую зарплату. И им тоже нужно давать отдых. Это не противоречит священному объяснению субботы, но, наоборот, дополняет его. «Чтят своей мать, как повелел тебе Господь твой Бог, чтобы долгой была твоя жизнь, чтобы тебе было хорошо на той земле, которую Господь твой Бог дарует тебе». Первая заповедь с обетованием, как скажет потом Иисус, потому что предыдущие заповеди были сказаны просто «делай так», да, и никакой награды не обещано. Но предыдущие заповеди Господь говорит от своего имени и про себя, про то, как к человеку выстраивать отношения с ним. А вот «Чтят своей мать», как к человеку выстраивать отношения с его близкими. И здесь уже нужна какая-то мотивировка, потому что, ну, да, «Господи, ты от меня требуешь, чтобы я так и так себя вел по отношению к тебе, это понятно, ты имеешь на это право. А отец и мать, а если у меня проблемы с моими родителями, а если они вот не такие люди, чтобы мне с ними общаться хотелось, а если я их не в грош не ставлю, что ты мне на это возразишь, Господи, ведь это же ты, вот тебя-то я чту, да, а их-то, этих-то что, зачем?» Он говорит, чтобы хорошо тебе было на земле. Вот он даже не влезает, потому что ты от них произошел, как обычно, как ты можешь там не помочь своей матери, она тебя родила, выносила, в колыбели качала. Человек, который забывает о своей матери, он это все давно на помойку выкинул. И Господь ему говорит очень практическую вещь, чтобы тебе было хорошо, ты что же состаришься? У тебя же твои дети в свое время когда-нибудь с тобой расплатятся той же монетой, да? Ну и чтобы тебе было хорошо даже здесь и сейчас, потому что старики, вот которых ты, может быть, так рано списываешь со счетов, на самом деле, люди, которые очень могут тебе помочь в этой жизни, может быть, не так, как ты рассчитываешь, там, не дрова тебе порубить, не денег тебе дать, но помочь своим советом, да, одним своим присутствием. И вот люди, которые теряют родителей, как они хорошо понимают эту грань, за которой вот ты становишься старшим в семье, да? Поэтому береги их, поэтому даже из чистого эгоизма, но будь почтителен к ним. Вот интересно, что чистый эгоизм Господь здесь подключает, да? Он и это не боится, не стесняется напомнить, что человек, в конце концов, и о своем думает. Пусть он ведет себя соответствующим образом, а мотивировать можно по-разному. Не убивай, не прелюбодействуй, не воруй, не давай ложных показаний против ближнего, не желай отнять чужую жену, не пожелай чужого дома и поля, чужих рабов и рабынь, чужих быков и ослов, ничего чужого. А вот здесь никаких мотивировок. Почему? Потому что не убивай, Господи, а что если... Никаких если. Не убивай. Не прелюбодействуй. Но ты понимаешь, такая ситуация, никаких ситуаций. Не воруй. Ну вот так получается, что не воруй, да? То есть здесь торг, что называется, неумести. И с другой стороны, вот люди до сих пор мучаются этими вопросами. Не убивай. А на войне, а приговоренного преступника, не прелюбодействуй. А что конкретно входит в прелюбодеяние, с какого момента оно начинается, Христос не случайно. В Евангелии говорит, да когда ты посмотрел на чужую жену с вожделением уже, ну тогда все прелюбодеяны. Мне очень трудно себе представить мужчину, который ни разу не взглянул вот таким вот заинтересованным взглядом на красивую женщину. Ну, всякий мужчина, который вообще смотрит на женщин, безусловно, так. Иногда делает, значит, все в этом повинны. Не желает ни от чужую жену, но пожелать-то можно. Пушкин даже целое стихотворение написал. Да ладно, я могу сказать, воздержаться от действия, но как мне воздержаться от желания? А Господь говорит, не желай. А, кстати, чужую жену очень логично рифмуется с прелюбодейным поведением, да, вот желать и действовать, это две стадии одного и того же. А после жены чужой дом, поле, рабы, рабыни, быки, ослы, да, то есть не воруй сюда, тоже подгоняется. И, смотрите, вот получается, не действуй, это понятно, но и не желай, что потом в Новогорной проповеди Христос особенно подчеркнет, да, что начало вот этого греха и согласие с ним, это уже согласие с желанием. И вот смотрите, а почему же все-таки Господь никак не мотивирует людей в этом месте? Почему он оставляет такие загадки? Почему не уточнить? Про города-убежища вот мы читали совсем недавно, и там будет подробно в 19 главе описано, когда город-убежище может принять убийцу, совершившего убийство по неосторожности, когда не может, как это все процедурно оформляется. А вот не воруй, а вот сегодня люди спорят, а воровать в рабочее время, если человек в рабочее время торчит, допустим, в соцсетях, а не платить налоги государству, допустим, государство собирает несправедливо налоги и тратит их на дворцы для чиновников. Если я не заплатил государству налоги, у меня есть обоснование, я украл у него эти деньги или нет? Авторское право, если человек не дает распространять написанную музыку или игру, сделанную этой компанией, бесплатно, а кто-то взял и бесплатно себе скачал, он украл это у того, кто сделал, ведь у него не уменьшилось количество его, так сказать, компьютерных игр, да? Воровство это или нет? Люди спорят мучительно до сих пор. А мне кажется, что Господу гораздо интереснее, когда мы сами решаем эти вопросы в диалоге друг с другом. Он дает ориентиры. Вот эти последние заповеди, это ориентиры, на которые надо равняться, с которым надо идти, а по дороге решать кучу важных, подробных вопросов, что такое воровство, убийство, всякое ли это лишение жизни или, скажем, военное действие, оправданное, но оправданное, наверное, не в любой ситуации, никогда я захотел кого-то завоевать, пошел и всех там убил, да? Ну, в какой? И так далее. Господь сказал это всей вашей общине. Он говорил на горе, из огня, облака и густой тьмы, громким голосом. К этим словам он ничего не добавил. Он написал их на двух каменных плитах и отдал плиты мне. Вот и весь закон, как немного. Слушайте, о чем тогда последующая законе? Там куча подробностей про те же города-убежища. А это комментарии. Они тоже получаются от Бога через Моисея, но они вторичны. А вот основной свод законов невероятно мал и невероятно прост. Совсем нетрудно запомнить. Да, то есть, дальше вот конкретные формы, проявления, конкретные тонкости юридические. Это предмет большого и сложного разговора. Но самое главное, что вот базовые принципы, заложенные 10 заповедями, они остаются основными принципами человечества до сих пор. В законодательстве любой страны сегодня не вору и не убивают ключевые понятия, ведь не всегда так было. Убить можно врага, убить можно не до человека, какого-то представителя другого племени. Наоборот, это дело чести, доблества и геройства у многих первобытных народов. А вот звучит это, и это меняет мир. Ну, а потом куча подробностей. И прежде чем к ним перейти, Моисей подробно описывает, почему вот это все так важно. Вы внимали голос, звучащий из тьмы, а гора пылала огнем. Еще, еще раз он подчеркивает, вы же помните, как это было. И подошли ко мне вы, вожди племена старейшины. Вы сказали, Господь наш Бог показал нам свою славу и величие. Мы слышали его голос, звучавший из огня. Сегодня мы узнали, что человек может остаться в живых даже тогда, когда с ним говорит Бог. И зачем же нам умирать, ведь это великое пламя готово нас поглотить. Если мы снова слышим голос Господа нашего Бога, то умрем. Бывало ли такое, чтобы человек слышал, подобно нам, как живой Бог говорит с ним из пламени и остался бы жив? Ты иди и слушай, что скажет Господь наш Бог, потом ты передашь нам все, что Господь наш Бог возвестит тебе, а мы будем слушать и исполнять. То есть, вы согласились, более того, вы поняли, насколько все это страшно, может быть, не физически все вы, и часть из них еще была младенцами или даже не родилась, но вот вы, как народ, вы же согласились, правда? Напомню вам, при каких условиях. Господь услышал ваши слова и сказал мне, я слышал, что говорили эти люди, слышал все, что они тебе сказали. Правильно они говорят. О, если бы и впрямь они были всем сердцем расположены, всегда бояться меня и выполнять все мои повеления, чтобы им и их потомкам было хорошо вовеки. Иди, велим вернуться в шатры. Ты же останешься здесь со мной, я возвещу тебе все повеления, предписания и законы. Ты научишь их, и они будут выполнять все это в той стране, которую я отдаю им во владение. Вот состоялось заключение договора. Причем, это не просто формальная процедура, да, мы подписываем все время, там, какой-нибудь договор, в банк зашел, что-то надо оформить, какую-то мелочь, кучу бумажек, поликлиника, этот договор, согласие на обработку личных данных, уже никто не читает, что подписывает, потом часто горько жалеет, как в случае с банком. А здесь неформально, здесь все очень живо, да, смотрите, это вы и это я, говорит Господь, вот как вы себя повели, вот что вам я скажу, вот как я буду себя вести по отношению к вам. Это очень живой, тесный союз, это не подписание банковского или какого-то еще договора, это больше похоже на свадьбу, где жених и невеста говорят друг другу, да, и вот начинается их совместная радостная жизнь. Строго соблюдайте и исполняйте то, что повелел вам Господь, ваш Бог, не уклоняйтесь ни вправо, ни влево. Всегда ходите теми путями, которые заповедовал вам Господь, ваш Бог, и будете выживы, и будет вам хорошо, и долго будете выжить в той стране, которой овладеете. Ну и некоторые выводы из этого всего, причем снова Моисей не брезгует таким вполне материальным мотивом, живите, чтобы у вас все было хорошо, соблюдайте эти заповеди, это вам поможет в жизни. Ну а дальше подробности. Этим подробностям будет посвящена остальная часть Турзакония. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok